Так, друзья, всем привет! Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я уже целый месяц не выпускал новое видео. Дело в том, что это связано было с моим состоянием, с моим здоровьем. Дело в том, что примерно месяц назад у меня возникли болевые ощущения в левом подреберье. Эти ощущения не пропадали на протяжении примерно трёх недель. Я, в общем-то, стал волноваться, стал ожидать самого худшего, и поэтому принял решение ехать в Россию, где я, собственно, сейчас и нахожусь. Нахожусь я сейчас в городе Героя Волгограде, у своей бабушки в гостях, и недавно завершил полный курс обследования. Почему я решил приехать в Россию и не стал обследоваться в Америке? Ну, ответ на этот вопрос достаточно простой. Дело в том, что в Америке медицина стоит в разы или даже в десятки раз дороже, чем у нас дома. Поэтому я решил поехать сюда и тем самым, в принципе, убить двух зайцев. Провести обследование, вылечиться, ну и заодно посетить своих родственников. Поэтому это видео я хочу посвятить сравнению американской медицинской системы с российской медицинской системой. То есть мы с вами поговорим о типах обследования, которые я прошёл в России, о ценах на эти обследования в рублях. И также мы сравним эти цены с американскими ценами на аналоговое лечение. А, кстати, да, вначале ещё хочу вам сказать, что мой отпуск здесь достаточно короткий. Поэтому я решил для себя пойти не в государственные, а в частные поликлиники. Чтобы тем самым сократить время, которое я потрачу на обследование. Поскольку вы все знаете, что в частных поликлиниках гораздо меньше очередей. И там врачи принимают гораздо быстрее, чем в государственных поликлиниках и больницах. Итак, первым делом я записался на консультацию к врачу-гастроэнтерологу. Это врач, который является специалистом по органам ЖКТ, то есть желудочно-кишечного тракта. Консультация врача в этой частной клинике обошлась мне в 800 рублей. В Америке подобная консультация обошлась бы мне в 200 долларов. У врача были подозрения на увеличение селезёнки. Поэтому первым делом меня направили на УЗИ, то есть ультразвук брюшной полости. Который обошёлся мне в 1110 рублей. В Америке УЗИ брюшной полости и почек стоят примерно 500 долларов. УЗИ никаких аномалий не выявил. Вот здесь у меня есть, в общем-то, заключение. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Итак, акустический доступ удовлетворительный. Никаких аномалий и видимых изменений не обнаружено. Поджелудочная железа расположение обычное, селезёнка расположение обычное, форма, вариант нормы, контуры ровные, чёткие, капсула не изменена. То есть все органы брюшной полости у меня оказались в норме. Поэтому врач назначил меня на анализ крови. Я сдал кровь на, в общем-то, всё, что только можно. Вот здесь опять же есть полный перечень исследований. Значит, я сдал кровь на гематологические исследования, на эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты, нитрофилы, бозофилы, АЛТ, АСТ, на глюкозу, на амилазу, на антитела, антигены, ВИЧ, гепатита. Вот, обошлось мне это всё в 5100 рублей. То есть все анализы крови обошлись в эту сумму. Я посмотрел по гуглу, просто забил, в общем-то, то же самое. Суммировал, и оказалось, что в Америке подобные анализы крови обойдутся вам примерно в 600 долларов. Дальше, мне также сказали сдать мочу на анализ. Анализ мочи стоит здесь 230 рублей. В Америке примерно 80 долларов. Мне также сделали флюорограмму. Кстати, флюорограмму не смогли сделать в частной поликлинике почему-то. Видимо, у них не было данного аппарата. Поэтому мне пришлось идти в обычную государственную больницу. Где в тот же день мне, кстати, сделали флюорограмму и сделали её бесплатно. В Америке флюорограмма стоит примерно 300 долларов. То есть, все вот эти анализы, ультразвук, анализ крови, кардиограмма, анализ мочи, в общем-то, они ничего не показали. Они все были, в принципе, в норме. Поэтому врач посоветовал мне в обязательном порядке пройти две крайне неприятные процедуры под названием гастроскопия и колоноскопия. Ну, гастроскопия это когда берут такой шланг, на конце которого находится камера и, в общем-то, просовывают его через ротовое отверстие внутрь с целью обнаружения каких-то патологий в желудке, в 12-перстной кишке, насколько я помню, а также в пищеводе. Вот. И также колоноскопия. Колоноскопия это ещё более неприятная процедура. Это когда вам просовывают, в принципе, тот же самый шланг или подобный шланг, только через жопу. Я решил, дабы сэкономить время, пройти обе эти процедуры в один день. Вот. Но, в общем-то, там была опция пройти эти процедуры под местным, под подместной анестезией или под общей. Под общей анестезией, там была разница в цене, там было, по-моему, где-то на 4-5 тысяч рублей дороже. Вот. Но, как бы, разница, в принципе, небольшая, поэтому я решил делать под общей анестезией. Итак, в частной клинике гастроскопия и колоноскопия, то есть обе процедуры вместе, обошлись мне в 13 тысяч 739 рублей 25 копеек. В Америке же гастроскопия стоит примерно 2300 долларов, и колоноскопия стоит примерно 2800 долларов. И, в общем-то, гастроскопия и колоноскопия как раз-таки и выявили основные проблемы. Дело в том, что у меня обнаружили бактерии хеликобактер, а также хронический гастрит и раздражение стенок желудка и кишечника. Поэтому, после окончания этих процедур, я снова обратился к своему лечащему врачу. За повторную консультацию я отдал 665 рублей. В Америке, напомню, это примерно 200 долларов. И, в общем-то, заключение гастронтеролога следующее. Диагноз – синдром раздражённой толстой кишки в связи со стрессом и плохим питанием. В сочетании с поверхностным колитом, дисфункцией ОДДИ, функционального генеза, бильярдный рефлюкс, гастрит, хронический гастрит и его обострение, то есть эрозивная форма гастрита. Мне выписали целую тонну лекарств, ну, конечно же, не тонну, но, наверное, примерно килограмм, в который входили следующие препараты. Рабипрозол, улькавис, рибомипид, амоксицелин, который является антибиотиком, кларитромицин, который тоже является антибиотиком. То есть эти два антибиотики направлены именно на истребление хеликобактера. Также мне выписали интерол, 3-мебутин и баксет, который является полезными бактериями, чтобы нормализовать функцию моего желудка и кишечника. Все это лекарство мне обошлось ровно в 4946 рублей. Я проверил цены на аналогичные лекарства, точнее не на название самих лекарств, а на активное вещество, которое использовано в этих лекарствах в Соединённых Штатах, и прикинул, что в Америке эти лекарства бы мне обошлись примерно в 200 долларов. Помимо проблем с желудком, у меня ещё возникла проблема с зубами. Дело в том, что мне сейчас 30 лет, и у меня растут зубы мудрости. Дело в том, что когда я был в Америке, когда я ел, после еды, маленькие кусочки еды очень часто попадали туда, внутрь десны, вызывали тем самым раздражение, покраснение, боль, которая, в общем-то, могла перейти в инфекцию. Поэтому, чтобы это дело не запускать, я решил, находясь здесь, заодно ещё и удалить эти зубы. Поэтому я пошёл к врачу, к хирургу, который занимается этими делами, причём я пошёл в государственную больницу. Меня приняли, кстати, в тот же день, сделали мне рентген, который, за который, в общем-то, я не оплатил, то есть он был бесплатным. В Америке подобный рентген стоил бы мне примерно 150 долларов. Дальше. Зубы, которые у меня резались, они находились по краям верхней челюсти, то есть это были верхние восьмёрки. И вот, кстати, они, мои красавцы. Вот они, два зуба, две верхние восьмёрки. Значит, эти зубы, они, в общем-то, уже частично вылезли, то есть хирургу не пришлось скрывать дёсна. Это считается как достаточно лёгкое удаление, за которое с меня, опять же, не взяли никаких денег. Но чтобы, так сказать, отблагодарить врача, я заплатил ему 2000 рублей. То есть примерно 1000 рублей за каждый зуб. В Америке подобное удаление, лёгкое удаление, стоит примерно 137,5 долларов за зуб. То есть там бы удаление обоих зубов мне обошлось примерно в 375 долларов. У меня также была небольшая проблема с нижней семёркой. Дело в том, что ещё давным-давно, когда я находился в Америке, у меня был пульпит, по-моему это так называется. И дырка, то есть кариес, подходил очень близко к зубному нерву. Поэтому врачи в Америке сказали, что мне необходимо вскрывать зуб, удалять оттуда нерв. И, в общем-то, этот зуб с тех пор у меня является мёртвым зубом. Тогда в Америке мне это обошлось в 800 долларов, эта процедура. Плюс ещё они запросили 800 долларов за то, чтобы поставить на него коронку. Но у меня тогда денег не было, я тогда ещё был студентом. Поэтому коронку я ставить не стал, а ставил его, в общем-то, открытым. Он со временем начал крошиться, поэтому я также обратился с этим вопросом в эту государственную поликлинику. И мне, в общем-то, его запломбировали. То есть, коронку ставить не стали, просто поставили пломбу, чтобы его закрыть, чтобы туда не попадала еда. Вот, само пломбирование мне обошлось примерно в 1850 рублей. В Америке подобная пломба стоит плюс-минус 300 долларов. Вот, поэтому давайте подведём итог моего лечения в России, во что мне оно обошлось. И потом сравним, сколько бы я заплатил в Америке, пройдя я все эти процедуры, находясь там. Так вот, если я правильно всё суммировал, то всё лечение, находясь в России, мне обошлось ровно в 30 910 рублей и 25 копеек. К этому, правда, надо прибавить билеты. Дело в том, что, чтобы сюда приехать, я также заплатил за билеты. Причём я не знал, за какое время меня осмотрят, мне поставят диагноз и пропишут курс лечения. Поэтому я вначале взял билет в один конец, который обошёлся мне в 700 долларов. И уже только сейчас, понимая все проблемы и как мне надо лечиться, я купил билет обратно, который стоил, если я не ошибаюсь, 500 долларов. То есть, к 30 910 рублям мы также прибавляем сумму в 1200 долларов или 78 000 рублей. То есть, общее лечение, общая сумма, которую я потратил на лечение, а также на перелёт в Россию, мне обошлась в 108 910 рублей и 25 копеек. Суммируя все растраты, которые бы у меня были в Америке, находясь я там и проходя лечение там, я бы потратил примерно 526 175 рублей, если бы я проходил лечение в Соединённых Штатах. То есть, даже с учётом того, что я потратил деньги на перелёт в Россию, с учётом того, что я ходил даже не в государственную клинику, а в частную клинику, я потратил в 5 раз меньше денег. Я тем самым сохранил себе 417 264 рубля и 75 копеек. Многие из вас наверняка скажут, что я дурак, что я посчитал цены на медицину в Америке без учёта страхования. Хорошо, давайте посчитаем, какую сумму бы мне обошлось лечение в Соединённых Штатах, будь у меня медицинская страховка в этой стране. Итак, нормальная страховка, которая может покрыть данную диагностику и данное лечение, равняется примерно 300 долларам в месяц. Умножаем это на 12 месяцев и получаем сумму в 3600 американских долларов. К этому также надо прибавить так называемый дидактабл. А дидактабл – это сумма, которую вы платите каждый раз, когда используете страховку на лечение. А дидактабл минимальный, насколько я знаю, составляет примерно 500 долларов. То есть, рассмотрим такую ситуацию. Вот вы пошли к врачу, врач сказал, что ваша страховка покроет колоноскопию, гастроскопию. То есть, полностью покроет её. Но вам придётся заплатить 500 долларов в любом случае. Учитывая, что я бы платил по 300 долларов каждый месяц, или 3600 долларов в год, а также обратился бы один раз к врачу, что обошлось бы мне в 500 долларов за дидактабл, сумма, которую я бы заплатил за лечение, составила бы 4100 долларов, что, в общем-то, равно 266 тысячам в 500 рублей. То есть, даже используя страховку, которая всё покрывает в Америке, я бы всё равно потратил больше, чем в два раза той суммы, которую потратил в России, ходя в частные клиники. Дальше. Многие из вас скажут, что в Америке медицина на совершенно другом уровне, что она гораздо лучше, что там используют гораздо более дорогие приборы для диагностики. Так, я, находясь в клинике в России, в общем-то, проверил те приборы, которые они используют. Это сделать достаточно легко. Вы просто смотрите на фирму, производителя, а также на модель. Заходите в Google и смотрите, с какого по какой год производилась та или иная медицинская аппаратура. И скажу вам так, что в частную клинику, в которую я ходил, в частной клинике, в которой я лечился, медицинская аппаратура была, в общем-то, самого последнего поколения. То есть, она ничем абсолютно не отличалась от той техники, которая используется в Америке. Причём та техника, которая используется в России, это либо та же самая американская техника, либо техника японского производства компании Olympus. Значит, что касаемо государственных клиник. То, что там было в самой больнице, в которой я проходил флюорографию, я не знаю, там я ничего не проверял. Но скажу вам то, что, в общем-то, проверял, находясь в стоматологической больнице. Аппарат, я не знаю, как это называется, но сама установка для сверления зубов, она, в общем-то, была не новой. То есть, не сказать, чтобы она была старой, но это техника предыдущего поколения. Вот, но здесь у меня никаких претензий нет, потому что это государственная клиника, в которой большинство процедур, большинство услуг является бесплатными. С другой стороны, в этой государственной клинике стоял рентген, не обычный рентген, а панорамный рентген, который снимает не один зуб, а сразу полную челюсть. И скажу вам так, в Америке далеко не в каждой клинике государственной или даже в частной имеются подобные рентгены. То есть, это очень дорогая машина, очень дорогая штука, которую позволить себе могут далеко не все клиники. А здесь она находилась в обычной государственной клинике, в обычном городе, а Волгоград не является богатым городом. Более того, я сейчас нахожусь на окраине Волгограда. То есть, я даже не нахожусь в центре. И тем не менее, такая аппаратура здесь стоит. Поэтому говорить, что в России медицина хуже, что здесь менее качественные специалисты, что здесь плохие аппараты, но это все фигня, это все неправда. Сравнивая медицину в Америке и в России, надо сказать, что узкоспециализированная медицина, такая медицина, как трансплантация сердца, в Америке действительно на гораздо более высоком уровне. Именно поэтому обычно люди едут там, как раз таки там из России, из других стран, именно в Америку с целью лечения. Но здесь надо понимать разницу между высоко специализированной узкопрофильной медициной и обычной медициной. Под обычной медициной я подразумеваю ну такие процедуры, которые проходил я. Там устранение переломов, услуги хирургов, терапевтов, гинекологов, эндокринологов. То есть все это по качеству в России находится примерно на одном уровне в Соединенными Штатах. Основная разница лишь в том, что в России это является доступным для людей. А в Соединенных Штатах даже при гораздо высоких заработных платах это является недоступным для обычного населения. Опять же приведу вам больше примеров. Я помню, мне в юном возрасте удаляли аденоиды. За это мы не платили. Это было бесплатно. Мой друг сейчас, которому 28 лет, по-моему, который находится в Америке, он это дело запустил, ему аденоиды не удалили в юном возрасте, поэтому он обратился сейчас в клинику. Значит, поход к врачу обошелся ему в 750 долларов в частной клинике, а удаление аденоидов, как вы думаете, во сколько ему обошлось, готовы? В 3000 долларов. Могу привести вам еще примеры. Моего знакомого, который до этого работал дальнобойщиком, так получилось, что сломал себе руку. Причем, перелом этот был необычный, это был открытый перелом. То есть, когда из руки торчит кость. эту кость надо поставить на место, все сшить, то есть, закрыть мышцы, закрыть кожу. Подобная операция обошлась ему около 70 тысяч долларов. Если бы у него была страховка, ну, наверняка бы она покрыла какую-то часть, может быть, даже большую часть подобной процедуры, подобной операции. Но у него страховки не было, поэтому вот он заплатил столько. Могу вам привести еще один пример из своего опыта. Дело в том, что мне два года назад вырезали желчный пузырь. Вот у меня даже остались шрамы. Вот один, вот второй. Опять же, я за эту процедуру платил, хотя мог сделать ее бесплатно, но у меня не было времени, поэтому я решил обратиться в частную клинику и заплатил примерно 70 тысяч рублей, что плюс-минус равно тысячи стам, тысячи двухстам долларов. В Америке подобная процедура обошлась бы мне в 25 тысяч долларов. зачем я вообще вам все это говорю? Я говорю вам это для того, чтобы вы понимали, что в Америке помимо каких-то хороших вещей, например, высокой зарплаты, есть огромное количество вещей, которые просто ужасны. Таких вещей, как американская медицина, не могут позволить себе даже среднестатистические американцы. Поэтому, обращаясь к вам, хочу вам сказать, что те из вас, которые живут в России, вы даже не понимаете то, что вы не понимаете и не цените того, что имеете. В Америке люди даже мечтать не могут о такой доступной медицине, которую имеете вы. Поэтому цените ее, цените врачей, которые вас лечат. А для тех из вас, которые собираются переехать в Соединенные Штаты, я вас ни в коем случае не отговариваю, это ваша мечта, цель и так далее. Но имейте в виду, что если вы там заболеете, то вы будете просто работать на американских врачей, американскую медицину. И это, кстати, один из факторов, почему я не советую людям переезжающим или тем людям, которые хотят переехать в Соединенные Штаты, делать политическое убежище. Если вы сделаете политическое убежище, то вы, скорее всего, потеряете возможность въехать обратно в Россию. То есть, вы потеряете возможность на доступную медицину, на доступное лечение. Поэтому, в общем-то, это была цель моего выпуска сравнить медицину в Соединенных Штатах, в России, показать вам достоинства медицины в той стране, в которой вы сейчас живете. и, в общем-то, исходя из этой информации, вы уже сами можете делать какие-то выводы. Ну и в конце хочу сказать вам, что я вскоре опять начну регулярно выпускать выпуски. Как только вернусь в Соединенные Штаты, вернусь я примерно через неделю. Выпуски, как вы уже поняли, будут немного запоздалые, поскольку я потратил много времени на лечение. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их либо мне лично, либо под этим видео. Я буду стараться на них отвечать. Ну и чтобы не пропускать дальнейшие видео, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, который находится сверху. Ну а с вами был я и канал Американская Мечта. Всем пока и спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.